Один из наиболее часто задаваемых вопросов, ну и вообще неполадок с карбюратором соля, заключается в том, что у него либо отсутствует полностью холостой ход, либо очень плохо регулируется. К сожалению, в предыдущих видео я именно в поиску неисправности холостого хода карбюратора я не уделял много внимания, то есть я просто показывал канал и всё остальное. И вот в связи с тем, что много вопросов, и неполадка эта в принципе очень распространённая, я решил посвятить этому делу отдельный видеоролик. Прежде всего хочу сказать, что за холостой ход на соляксе, ну и не только на соляксе, перед тем, как лезть в карбюратор, нужно проверить вакуумный усилитель тормозов, потому что если он будет давать подсос воздуха большой, тоже с холостыми будут проблемы, они будут плохо регулироваться или вообще он будет глохнуть при нажатии на тормоз. Также за холостой ход отвечает электромагнитный клапан, причём как сам клапан, он может не срабатывать, так и напряжение может на него не подаваться, либо подаваться где-то контакт будет плохой в проводе, и он иногда может клацать в обратную сторону, то есть не будет хватать ему напряжения, будет как сопротивление в сети будет. Также на перебой на холостом ходу влияет ещё и, конечно же, система зажигания, плохие свечи, провода, поэтому всё это дело нужно проверить перед тем, как заниматься конкретно карбюратором. Что же касается именно самого Соликса, есть некоторые конструктивные особенности этого карбюратора, которые, к сожалению, влекут за собой именно вот такую вот поломку, сбой. В данном случае проще всего и более правильнее будет объяснить и показать метод поиска неисправности, то есть объяснить конструктивное отличие, рассказать, в чём оно отличается. Потому что можно на пару часов наговорить видео, залезть сюда, продуй тот канал, продуй этот, и там покрути, и там посмотри. Но если весь механизм не показать, то есть не указать на слабое место, то, в принципе, для понимания будет это дело, для восприятия и понимания будет довольно сложно. Значит, на чём я хочу, что я хочу показать. Вначале, вот здесь вот у меня, я просто в сравнении покажу, значит, карбюратор Озон, ну, Weber, тоже самое у него холостой ход, и Соликс. То есть система холостого хода на Соликсе, вот, схематически, то есть, в принципе, простая и ничем особым не отличается от каких-либо других систем. То есть главный топливный жаклёр, после него идёт канал, который именно для забора топлива. То есть по нему топливо поступает, и поступает непосредственно к жаклёру холостого хода, который стоит с электромагнитным клапаном. Также есть отдельно канал идёт, который сообщается, это воздух. И дальше, уже после топливного жаклёра, всё это дело идёт вниз на переходную систему на регулировку. Та же самая система, ну, абсолютно, один в один, и на карбюраторе Озон. Вебер, в частности. То есть тоже с главных топливных жаклёров, вот он канал, идёт, подходит к топливному жаклёру. Ну, только единственное, что забор воздуха там идёт не из диффузора, а выше по карбюратору. И далее идёт на переходную систему и регулировку качества именно на холостом ходу. Также тут есть винт, который позволяет отрегулировать качество топливо-воздушной смеси, ну, точнее, состав смеси именно на переходной системе. Об этом шла речь в отдельном видеоролике. То есть я показываю это к тому, что системы, в принципе, холостой ход, что там, что там, ну, абсолютно одинаковые, теоретически, ну, схематически, и ничем особым не отличаются. Но конструктивное отличие здесь имеется. Имеется конструктивное отличие, самое главное заключается в том, что на карбюраторе Озоне вот этот вот узел, где идёт забор топлива и подаётся к жеклёру, идёт дальше, выполнен в одном корпусе, то есть в средней его части. Там просверлены каналы, тут вот заглушка. И в одном корпусе он, и далее жеклёр воздушный. Всё это дело сделано в одном корпусе, и уже по каналу, когда канал выходит на сам холостой, уже бензовоздушная смесь обогащённая, то есть он идёт на переходную систему, на винт качества, уже поступает из корпуса. Весь этот узел выполнен в одном корпусе. Карбюратор Соликс в этом плане, к сожалению, ну, я не могу сказать, что очень непродуманный, но, во всяком случае, он более ущербный. Потому что здесь топливо забирается, вот он канал, оно переходит вверх, и система с холостым жеклёром, вот эта вот часть, выполнена в верхней крышке карбюратора. И идёт соединение, то есть соединение на забор топлива, соединение на забор воздуха, но в данном случае это самое меньшее зло. И дальше он выходит уже по каналу, опять же, соединение. Значит, из характерных сбоев, которые есть на Соликсе, помимо всего прочего, есть сбой, когда, допустим, у тебя клапан. То есть даже задают сейчас вопрос, насколько надо откручивать клапан, холостовый, ну, рекламагнитный клапан. Он должен быть затянут, то есть его откручивать не надо. Ну, без фанатизма, естественно, затянут, чтобы ничего не сорвать. Вот, но он должен быть затянут. Вот в таком вот положении, то есть он затягивается ключом, ну, дальше я его не хочу. Вот в таком положении, при всех нормальных условиях, карбюратор работает, есть холостой ход, регулируется. Вот новый карбюратор здесь ставится, то есть там всё отлично. Но есть такое явление. Закручивается клапан до конца, холостых нет. Либо они очень плохие, и регулировка винтом качества, то есть он либо не реагирует вообще, либо реагирует очень плохо. При этом количество приходится, ну, сейчас, то есть количество приходится накручивать там, ну, до упора, то есть очень сильно открывать доросланную заслонку, чтобы были хоть какие-то холостые обороты. При этом двигатель работает с перебоями. При этом, если открутить электромагнитный клапан, немножко, буквально там на, ну, там, не знаю, оборот, четверть оборота, немножко его отпустить. Появляются отличные холостые обороты. То есть количество сразу возрастает, мы делаем его ниже. На винт качество реагирует он великолепно, то есть может регулироваться. Появляются хорошие холостые обороты. Ну, вся беда в том, что так, если отрегулировать карбюратор, многие так, кстати, к сожалению, делают. Если так сделать, то, во-первых, самое главное, то, что электромагнитный клапан открученный, он будет от вибрации туда-сюда, то есть он может шататься немножко, вот здесь вот видно, что вот он немножко от руки шатается. То есть он может дальше откручиваться-закручиваться, соответственно, изменится у вас очень сильно настройка холостого хода. То есть это, грубо говоря, отрегулировали, там проехались, там, кружок по массиву, и холостые опять пропали. Но самое главное здесь в том, что, если вот такое явление происходит, карбюратор работает не в своем режиме. Если проанализировать конструкцию, то есть что происходит при откручивании жиклера, так, вот он. Что получается? Получается, что если вы сюда закручили жиклер с, допустим, 39-42, у вас он имеет такую пропускную способность. И этой пропускной способности при сбое, получается, не хватает для того, чтобы обеспечить топливом холостую, ну, весь режим холостого хода. Когда вы его откручиваете, образуется щель между жиклером и каналом, куда он пристыковывается. Получается, пропускная способность у всей системы по топливному жиклеру значительно больше. Ну, грубо говоря, вы, допустим, сюда поставили жиклер, у которого пропускная способность, там, не знаю, 80, может быть, 100. То есть это вот эквивалентно то, что вы откручиваете электромагнитный клапан. Но при этом работает карбюратор нормально. То есть компенсирует одно другое. Соответственно, если до этого карбюратор работал, вот любой карбюратор нормально работает, в режиме холостого хода, и ему хватает затянутого электромагнитного клапана со своим штатным жиклером великолепно, а произошел сбой, что нужно его откручивать, то есть ему как бы не хватает топлива, скажем. Соответственно, есть где-то подсос воздуха. Вот здесь вот, к сожалению, сказывается на лицо, точнее, небольшое конструктивное отличие самого карбюратора. Дело в том, что, как я уже говорил, вот он, канал, который подает топливо, именно топливо, то есть по этому каналу должно идти именно топливо к топливному жиклеру. Он имеет вот здесь вот соединение, стык, то есть переход из нижней части карбюратора в крышку. Конкретно на карбюраторе, вот он, вот эта вот запрессованная латунная трубка, это и есть подача топлива в систему холостого хода, ну и переходную систему. И вот она здесь вот на крышке. И, к сожалению, вот один из самых частых распространенных сбоев, именно вот когда такое происходит, заключается в том, что нарушается герметичность именно в этом соединении. И получается, что когда электромагнитный клапан затянут, так как здесь герметичность нарушена, то жиклер находится относительно поплавковой камеры, он значительно выше стоит, чем, например, с тем же озоном. То есть он здесь выше стоит. И, если здесь происходит мелкий подсос воздуха, когда здесь герметичность нарушена, то, естественно, не хватает, то есть вместо того, чтобы засасывать топливо из главной дозирующей системы, он засасывает параллельно вместе с топливом. Еще и воздух получается из-за этого ему просто не хватает топлива, так как он дополнительно берет воздух. Когда вы откручиваете электромагнитный клапан в крышке, появляется пропускная способность больше, чем у топливного жиклера. То есть, допустим, где-то 100, 90. И этой пропускной способности как раз хватает для того, чтобы компенсировать вот этот вот излишний подсос воздуха и обеспечить, чтобы вся система работала. Это один из основных таких моментов сбоев. То есть вот эта вот резинка, она иногда дубеет, иногда трескается. Очень часто она просто трескается или там расплескивается. В некоторых случаях помогает. Ну, то есть не то, что помогает, а начинает он нормально работать. Вот если, допустим, у вас нету новой резинки. Я как-то экспериментировал, пробовал. Ставил сюда две расплюснутые старые резинки. И карбюратор начинал работать нормально. Ну, естественно, по-нормальному нужно поставить нормальное резиновое уплотнение, потому что старые, ну, естественно, они могут быть и репаны, и дубовые. То есть он ничего не может не уплотнять. Вот это вот основное конструктивное отличие с Оликсор, именно система холостого хода от остальных карбюраторов. Потому что система разнесена на две части. То есть не в одном корпусе основной элемент выполнен, а в двух. При этом сама система, то есть тут тоже важно смотреть в этом месте, чтобы никакой грязи не было, естественно, и так далее. Сам канал холостого хода. То есть вот подача топлива здесь. Так, потом вот вся эмульсия выходит. Вот он канал. То есть он соединяется. После этого электромагина уже идет подача на переходную систему с регулировкой качества. Вот он этот канал в нижней части. То есть вот он идет туда дальше. Потому что часто бывает, что даже... Вот я специально покажу, просто не буду обшикать. То есть даже продувают его вот тем же манолом. То есть даже воздухом, допустим, кто сомневается, вот манолом продувают канал. То есть видно, что жидкость выходит, она нормально проходит через весь канал, внизу, вверху. Все отлично. Но тем не менее холостые не появляются. Это самый такой характерный, именно основной сбой. Помимо этого, важно на что еще обращать внимание. То есть на соединение. То есть одно соединение мы уже рассмотрели. Которое касается именно подачи топлива в ЖКЛОР. Также соединение второе, которое касается подачи топлива, вернее уже топлива в воздушной смеси, в нижнюю часть карбюратора и дальше на переходную систему. Вот если приложить сюда прокладку, так, вот она. То есть, как я говорил ранее, вот он этот канал из крышки. И сама прокладка. То есть где это все дело передается. Вот здесь вот, к сожалению, бывает часто на прокладках. Вот здесь вот видно, что есть вот он, как раз вот зеркально-другой, вот по каналу он обжатый. Но бывает также, что прокладка, тонкая или там дефомированная немножко поверхность. И именно вот в этом вот месте происходит подсос воздуха. Это хорошо видно, если в собранном состоянии карбюратор. Ну, то есть вот он в собранном состоянии компрессором продуть, выкрутить электромагнитный клапан и продуть канал. Если отсюда идут соединения пузырьки, ну, это говорит о том, что уже герметичность здесь немножко нарушена. Это, конечно, так очень ужасно, вот как по сравнению с подачей топлива, не будет влиять, конечно, на холостыху. Но все равно от этого он лучше работать, естественно, не будет. Что касается нижней части, все остальное, то есть бывает, ну, таких случаев бывает, конечно, я видел мало, но бывает, что вот здесь вот, где закручивается винт качества, от долгого простое. Ну, если карбюратор долго лежал где-то на полке, зарастает он каким-то коксом. Иногда его извлечь оттуда проблематично. Как один из вариантов выхода из положения, вот с правой стороны качество винт обычный, стандартный, слева он немножко заостренный. Вообще, по-нормальному карбюратор должен нормально реагировать на регулировку, работать с обычным штатным винтом. Но иногда бывает, приходилось заострять винт, или у которого поверхности деформированы. Ну, в любом случае, то есть, если нужно заострить немножко винт, это уже ненормально. Так система работать не должна. Но, тем не менее, как выход из положения бывает. Бывает, помогает. Что касается верхней части из неполадок, которые могут встречаться. Вот здесь у меня жиклер, кстати, остался внутри. Если излезть жиклер, ну, и посмотреть туда на свет, не знаю, может, винт. А вот есть место прилегания. Иногда оно бывает поврежденное. Повреждается оно по следующим причинам. Я хочу продемонстрировать. Вот у меня здесь несколько жиклеров топливных, ну, холостых точнее. Вот, сейчас, где же он тут был. Вот один из самых ярких примеров жиклёр. От того, что сильно затягивали электромагнитный клапан, он деформировался. Его сплюснуло. Самая большая беда сплюснутого такого жиклёра заключается в том, что, во-первых, идёт повышенная, если резьба не сорвалась, то есть повышенное давление на поверхность, куда он прилегает к своём канале, в посадочном месте. И самое главное, то есть вот он деформирован. Он же, то есть нет гарантии. Где гарантия, что он деформируется исключительно ровно, то есть он просто уменьшится в размере. Он обязательно, когда деформируется, нарушается его соосность. То есть вот это, я имею в виду соосность вот этой вот прилегающей поверхности. То есть он уже контачит не полностью всей поверхности, а какой-то её частью, как будто бы его как-то перекосили. То есть, во-первых, он не выполняет свою функцию, то есть у него пропускная способность, естественно, будет больше, так как он не уплотняет до конца всё отверстие. И может этим делом повредить посадочное место, если сильно туда затягивает, то есть он там как ямку, грубо говоря, выбьет. От этого тоже будут проблемы с холостыми. Если на карбюраторе проделать, вот обратить внимание и исправить все вышеуказанные моменты, то есть продуть хорошо, продуть канал. Вытащить обязательно нужно вытаскивать винт качества. Он, конечно, не очень удобно здесь сделан, и вытаскивается сложно. Но, тем не менее, вытаскивать нужно, потому что иногда бывает грязь, она не залипла сильно, но, тем не менее, чтобы её выдуть оттуда, нужно вытащить винт и продуть весь канал. То есть продуть все каналы, обратить внимание на уплотнение, соединение забора топлива и передачи уже топливо-воздушной смеси, эмульсии, то после этого, в принципе, гарантированно в 90% случаев, может даже 95%, вы получите нормальный результат. При этом, я уже говорил ранее, при этом ещё раз скажу, что нужно ставить прокладку новую. Есть тонкие прокладки, есть чуть-чуть потолще. Тонкие тоже неплохие, но всё дело в том, что если карбюратор старый и имеет небольшую деформацию поверхности, то тонкая прокладка вот этот вот момент не уплотнит. Также хочу сказать, что не нужно ни в коем случае сюда накладывать герметик. Как-то карбюратор мне попадался, который красным герметиком был полностью смазан, то есть, ну, вся поверхность. Этого делать ни в коем случае не надо. В данном случае герметик вам ничего не уплотнит, а вот мусора от него, которое попадёт дальше в канал, а вот это вот будет много, и от этого будет карбюратор работать только хуже. После всех вышеупомянутых процедур, можно, в принципе, с уверенностью сказать, что 90-95% вероятности, есть гарантия, что вы получите карбюратор с нормальным стабильным холостым ходом. Особенно это явление распространено на карбюраторах старых, которые, обычно эту резинку никто в жизни здесь не меняет. И от времени она дубеет, трескается, и, естественно, проблемы с холостым ходом будут. На этом всё. Благодарю за внимание.